К сожалению, это тот продукт, который мне не очень понравился. И сухой кожи на заметку. Протру здесь упаковку. Тончайший-тончайший. Вот его практически не ощущаешь на лице. Вот такие вот два оттенка. У них такой достаточно приятный аромат. И сами по себе текстура приятная. Всем огромный привет. Меня зовут Аня. Спасибо, что заглянули на мой канал. И перед началом этого видео не забудь подписаться, поставить лайк. И нажать колокольчик, чтобы к тебе приходили уведомления о новых видео. Тем самым ты очень сильно мне поможешь немножечко развить мой канал. Спасибо. Сегодня мы с вами будем говорить про бренд Reflame. Про кучку продуктов, которые лежат у меня здесь. Я вам покажу, что нам дарили. И вообще, на что стоит или не стоит обратить свое внимание. Если интересно, погнали. Сейчас все будет. И давайте с вами пройдемся. У меня здесь уход и декоративная косметика. И хочу вам показать несколько продуктов, которые нам дарили в прошлый раз. И мне, правда, на некоторых из них хочется акцентировать свое внимание. Во-первых, у Reflame вышли двусторонние карандаши цветные. Там лавандово-голубой, зеленый с двух сторон. Я, если не забуду, оставлю здесь картинки. Либо название в описании. Эти карандаши есть у меня. Но, к сожалению, это тот продукт, который мне не очень понравился. Увы и ах, они достаточно твердые. И с ними очень-очень-очень сложно работать. Для меня это жестковатые карандаши, которые очень так плотно. Нужно их наслаивать на веко, чтобы что-то появилось на глазу. К сожалению, это не мой продукт. Но то, что сейчас я вам хочу показать, это вот 100% то, на что я советую обратить вам внимание. Это вот такая вот Malipasa. Это консилер. Называется Master Creation Concealer. Он у меня, сейчас я скажу вам, в оттенке Cool Porcelain. Это формат, как у Estee Lauder, с кисточкой. Консилер изначально может показаться немножко плотноватым, но это не так просто. Его много достается, и у него текстура такая очень кремовая. Но в итоге он очень тонко ложится на кожу. Он не плотный и дает не супер плотное покрытие. Подсвечивающий, мягкий, увлажняющий, очень классный. Еще вот эта кисточка очень удобно контур подчищать, например, здесь. Вообще, классная вещь. И если вы ищете консилер, который нужен вам не для маскировки прыщиков, а освежающий в зону под глазами, либо как корректор, либо как база, например, под тени, классная вещь. Очень советую вам присмотреться. И сухой кожа на заметку. Продукт. Храню его в коробочке, потому что я думала, что делаю пост в Instagram на него. Но что-то все никак, руки не доходят. Протру здесь упаковку, чтобы все было красиво. Во-первых, оформление просто офигенное. Я думала, что это будет пудра. Вот. И выглядит это очень круто. Это серия Giordani Gold с зеркалом. Это праймер. Это легкий, силиконовый, очень тонкий, очень мягкий праймер для лица. У него текстура невероятно крутая. Он прям такой тончайший-тончайший. Вот его практически не ощущаешь на лице. Помните, я вам недавно говорила про то, что Benefit мне очень сильно нравится, как засирка для пор. Этот еще тоньше, еще легче. И, мне кажется, для кожи проблемный. Если все-таки нужно, например, рельеф скрыть, тоже можно присмотреться. Мне, наверное, делят первое место из того, что я пробовала, из того, что мне правда очень нравится. Здесь еще реально подкупают вот этот вот формат. Я не знаю, зачем его выпустили в такой упаковке, с учетом того, что, ну, там, пальцем нужно лазить, либо кистью. С собой такую вещь нет смысла носить, но хочется, потому что оформление очень люксовое. И советую присмотреться. Это называется Master Creation Primer. Классный. Здесь, знаете, сколько? 8 грамм. Я думаю, что этого должно на долго хватить. Еще один продукт, точнее, их здесь два, которые я вам могу рекомендовать. Это линейка On Color. Это кремовые помады для губ. Сейчас я вам нанесу их на руку, чтобы показать оттенки. У меня 744-й Милки Ханни и Ролз Чоколад. Сейчас быстренько нанесу и покажу вам сводчи. У меня один такой бордово-винный, осенний, это 46-й, а второй нежный нюд, но более теплый. Это 44-й. Вот такие вот два оттенка. У них такой достаточно приятный аромат и сами по себе текстура приятная. Ну и оформление на самом деле вполне себе интересное. Обычный стик, который в вот таком вот формате черно-красном. Но оттенки крутые, поэтому если вы любите кремовый формат помады, вообще, если вы любите Reflame, то я советую присмотреться. Думаю, вам понравится. Одна помада из новеньких, которую нам подарили. Это уже линейка The One. И здесь уже вот такой тюбичек. Помада персикового оттенка. И это тоже кремовый вариант. Если честно, они мне очень похожи. Но первые две более легкой текстур. Это, мне кажется, чуть поплотнее. Вот такой оттенок. Он называется Warm Peach 37300. Ну, действительно, такой персиковый. И вообще, ну, мне такие нравятся. Я бы на щеки его надосила, если честно. Но пока пробовать не буду, румяных хватает. Поэтому вот такая вот история. На осень, когда, например, не хочется сухих матовых помад, и когда уже блески надоели, то можно взять кремовый. Огромный выбор у них там оттенков. Поэтому, думаю, что-то для себя подберете, если вам это интересно. Расскажите вообще ваше отношение к бренду Oriflame. Потому что в последнее время, вот я падкая на хорошее отношение людей, я пересматриваю потом свое отношение к продуктам. Потому что иногда я могу быть предвзятой. Например, ну, я уже рассказывала, что как-то уже давным-давно, что, ну, к Oriflame такое отношение было, что вот эти тети с каталогами за тобой бегают. А сейчас, после того, как уже хорошо общаешься непосредственно с менеджерами, которые с тобой работают, офигенные девушки, и ты уже как-то с другим расположением смотришь на продукты, и понимаешь на самом деле, что продуктов хороших действительно много, и как-то совершенно по-другому начинаешь все воспринимать. То мне, правда, интересно будет знать, как вы лично относитесь к бренду, и пользуетесь ли вы продуктами от Oriflame. А мы поехали дальше. Еще немножко декоративной косметики. Покажу вам двое оттенков теней. Это линейка The One. Они идут такие в магнитную палитру. У меня один оттенок Golden Hockey, а второй оттенок Breezy Blue. Давайте нанесу вам свочи. Попробую нанести их поплотнее, чтобы было видно. Они достаточно полупрозрачные. Их лучше как раз-таки вот на какой-то консилер, либо на базу накладывать, чтобы было видно. Это вот Golden Hockey. Такой оттенок. И сейчас покажу голубой. Голубой до хром. Он идет с такими золотистыми блестками. Симпатично очень смотрится. И вот такой вот голубой. На нижнее веко я бы их использовала, в принципе, без проблем. Но это такие простенькие тени, без каких-либо вау-эффектов. Новинка, ради которой нас всех и собирали на презентацию. Это тушь. Я, наверное, сейчас неправильно прочитаю. Петер Мэндоус. Она обещает нам такой прям супер объем. У нее очень интересная силиконовая кисточка с огромным количеством мягких, не царапающих щетинок. Таких хаотично расположенных. Но, если честно, на моих ресницах я прям супер объема не заметила. Мне она показалась достаточно базовой и простой. Но, возможно, ей нужно дать время немножко раскраситься. Хотя девушки говорили, что сразу дает хороший вау-эффект. Я ее еще потестирую, посмотрим. И потом обязательно с вами поделюсь. Вот то, что пушка, бомба, пулемет. То, что действительно прям очень сильно советую. Это механические карандаши из линейки The One для губ. Color Stylish Ultimate Lip Liner. Например, вот такие вот два малыша. Один у меня нюдовый. Сейчас посмотрю его тон. А где тут у нас написаны тона вообще? Red Carpet и Caramel Mood. Давайте нанесем бежевый вот этот карамельный. Они такие, знаете, как гелевые. Очень стойкие, очень мягкая формула. Карандаши прям супер классные. И офигенные оттенки. Вот красный, прям классический красный. Но и нюд тоже хорош. Я очень сильно рекомендую вам к ним присмотреться. Потому что уверена в том, что они вам понравятся. Такие малыши. И декоративка это, наверное, все. Немножечко у меня осталось из ухода. Вот такая вот вещь. Она вышла в компании с ароматом, который можно между собой смешивать. Это мист для тела. Такой мягкий, который придает приятный аромат. Я такие мисты люблю наносить не на себя, а перед сном, там за полчаса, за час. Распылять над кроватью, чтобы вкусно пахло. И мне такие ароматы нравятся. Они мягкие, легкие, они немножко выветриваются. И тебе приятно ложиться спать. Здесь он такой сладковатый, чуть-чуть припудренный оттенок. В нем, ну, возможно, есть немножко какого-то чуть-чуть цитруса. Называется Sensation. И, в принципе, надо слушать, либо посмотреть в каталоге. Потому что у них можно там эти странички потереть. Если вы в детстве все любили каталоги Airframe за то, что можно странички потереть, ставьте лайк и пишите в комментариях. Потому что я только ради этого лазила в эти журнальчики. Прикольный. Не тот аромат, который я готова носить на себе. Но такой, как, грубо говоря, домашний вариант. Прям самый итог. Из линейки Эллио здесь ночной эликсир. Это масло для волос. У меня уже было такое обычное, стандартное. Здесь же это ночная версия. В таком вот синеньком бутыльке. И что сказали нам девочки, что этот продукт можно наносить как перед тем, как ходить в душ и мыть голову, так и после. И вообще можно наносить на ночь на волосы. Кстати, очень приятный аромат. И он мне чем-то пахнет, знаете, чуть-чуть каким-то мужским парфюмом. Я вот буквально сейчас чуть-чуть даже пройдусь по волосам. Приятное масло. Не очень жирное, не очень плотное. На ночь можно просто наносить его как маску и с утра смывать. То есть можно прям плотненько нанести. Ну и можно вот буквально так пройтись по всей длине. И, например, чуть-чуть просто убрать пушистость и добавить немножечко блеска своих волос. Люблю такие штуки. Вообще люблю масла для волос. Это, наверное, то, что мне не лень использовать для волос. И поэтому, если любите такие вещицы, то присмотритесь. Следующее, что я вам сегодня покажу, это вот такие два продукта. Один из них гель для душа и рук. То есть это, как грубо говоря, мыло гель для душа. Оно вот так и называется даже. Такое мыло для рук и тела. Это пинг пеппер. Просто невероятная какая-то линейка с офигенными ароматами. Он такой грибфрут, немножко с перцем. Офигенно интересный, классный. И просто аромат вообще охренительный. У них есть еще, насколько я помню, какой-то аромат. Это нужно смотреть в каталоге. Их, по-моему, даже три. Девочки, реально рекомендую присмотреться, если вы любите что-то такое мягкое, бодрящее. И здесь же еще, из этой же серии, лосьон. Он, по-моему, чуть мягче пахнет. Он более, ну, за счет того, что это лосьон, он чуть более такой кремово, ну, вот аромат. В аромате такой пудровый немножко потон. И более перечный, что ли. Вообще интересные ароматы, правда. И если вы любите что-то такое в своих парфюмах, не банальное, не простое, а что-то, например, может быть, нишевое и так далее, возможно, вам эта линейка придется по душе. Ну и на сегодня это все. Вот такие вот новиночки, такие вот продукты у меня появились от бренда Ariflame. Надеюсь, что это видео вам было интересно посмотреть. Возможно, вы вдохновились залезть на сайт и посмотреть, что можно там у них заказать. Столько всего стали производить в Ariflame, что просто диву даешься, не успеваешь за всем этим уследить. Обещали, что, возможно, даже будет гушон в какое-то ближайшее время. Это вообще на самом деле прикольно. Мне было бы очень интересно его попробовать. Вот. Очень жаль, что пока я не совсем поняла тушь, потому что возлагала на нее много надежд. Но, возможно, через какое-то время она у меня раскрасится и будет огонь. Посмотрим. Ну, консилер, девочки, правда, вот что-что. А его вам рекомендую попробовать, если будете оформлять заказ. Все. На сегодня точно все. Спасибо за внимание. Целую, обнимаю. Пока-пока. Увидимся в следующих видео.